Наш сегодняшний вебинар «Графические фигуры. Пять эффективных стратегий». Отлично, да, вижу, что плюсики пошли. Я, как всегда, перед началом скажу несколько слов, а затем уже передам слово моей коллеге Кире Юхтенко, и она уже приступит непосредственно к теме нашего сегодняшнего вебинара и введет вас в курс, что же такое графические фигуры и как их эффективно использовать. Как всегда, перед началом это предупреждение о рисках. Важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках, она сопряжена с определенной долей рисков. Это риск и использование кредитного плеча, и высокая волатильность на рынке. Поэтому прежде чем переходить в их работе на реальном счету, важно разобраться со всеми аспектами рисков. И важная информация о том, что данный вебинар не является намного, т.д. Спасибо. 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 Итак, коллеги, по вопросам давайте договоримся так, что в рамках вебинара ваши вопросы вы будете писать также в разделе «Вопросы», а уже все технические моменты, как, к примеру, проверка звука, вопросы, которые будет задавать спикер, уже в окне чата. Я готов передать слово Кире, поэтому, Кира, выходите в онлайн, принимайте микрофон. Раз-раз, добрый день, друзья, рада приветствовать вас в этот прекрасный сентябрьский день, и, пожалуйста, поставьте плюсик, если меня хорошо слышно, это, пожалуй, самое главное, то, что видно, вот, в принципе, я уже могу догадаться. Супер, спасибо. 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 Роман, спасибо большое за ваше предисловие, было очень полезно. И, друзья, сегодня мы продолжаем наш цикл вебинаров по основам технического анализа на финансовых рынках. Я вам напомню, что те инструменты, которые мы обсуждаем, применимы для любой площадки абсолютно. Это может быть анализ рынка Форекс, это может быть анализ фондового рынка, это может быть анализ рынка криптовалют, недвижимости или любого другого актива, который вас интересует. Здесь важно именно освоить базовый инструментарий и дальше уже прокачивать свои навыки и интуицию. Поэтому я надеюсь, что этот цикл будет полезен для всех начинающих и продолжающих трейдеров. Спасибо. 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 И, друзья, также я напомню, что цикл наших занятий состоит из десяти, поэтому вот еще попрошу Романа сразу же скинуть ссылку на следующий вебинар, который состоится у нас ровно через две недели. Для тех, кто захочет продолжить обучение с нами также бесплатно, можно уже сейчас регистрироваться. Так, про запись вебинара я рассказала и также хотела бы сразу вас предупредить, что на вопросы по ходу моей презентации я постараюсь не отвечать для того, чтобы разговор наш был беспрерывным и понятным. Вопросы, пожалуйста, запоминайте, записывайте, и в конце вебинара я специально оставлю побольше времени для того, чтобы мы все ваши вопросы смогли обсудить. Мы вернемся к тем слайдам, по которым что-то будет непонятно, и обязательно все вопросы с вами обсудим. Друзья, ну, на этом у меня вот такие вот организационные моменты закончились, и я приступаю к нашему сегодняшнему плану. Сегодня мы обсуждаем графические фигуры, будем говорить о таких достаточно необычных для неподготовленного слушателя вещах, как голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина и много других интересных графических формаций. Надеюсь, что будет полезно и интересно. Итак, поехали. Во-первых, да, еще, друзья, прошу прощения, еще один технический момент. Если у вас окно с моей физиономией накладывается на презентацию и вам неудобно, то нужно нажать на значок в правом нижнем углу, да, можно расширить презентацию, в таком случае у вас уже не будет... ...мешать вам графическое изображение. Все, на этом я точно закончила 40 моментов, поехали. Итак, друзья, графическая модель – это комбинация линий сопротивления и поддержки, которая сигнализирует нам о том, что тренд продолжается или разворачивается. Как вы помните, на прошлом вебинаре мы с вами обсуждали японские свечи. Это еще одна методика определения разворота или продолжения рынка. Две вот эти методики, которые мы обсуждали в прошлый раз и обсуждаем сегодня, друг другу никаким образом не противоречат. Более того, они друг другу очень качественно дополняют. И сегодня я постараюсь вам рассказать именно о том, как применять эти методики в комбинации для повышения эффективности своих инвестиционных решений. Когда мы говорим о графических моделях, мы, как правило, выделяем три основных типа моделей. По-другому еще их можно называть паттерны, фигуры. Вариаций много, смысл абсолютно тот же самый. Итак, первая категория – это разворотные модели. К ним относятся такие достаточно популярные информации, как голова и плечи, двойное дно или двойная вершина, бриллиант, чашка с ручкой, блюдце, паттерн 1, 2, 3. И достаточно большое количество других графических паттернов. Вторая категория – это модели продолжения. Как можно догадаться из названия, они показывают нам, что тренд не собирается разворачиваться, собирается продолжаться. Сюда относятся такие формации, как клин, вымпел, флаг, прямоугольник и также некоторое количество других формаций. И третья категория, которая для трейдеров, безусловно, является самой загадочной – это неопределенные модели. Сюда относятся некоторые разновидности треугольников, прямоугольников. Также иногда в некоторых ситуациях клин также может быть отнесен к моделям неопределенным. Сегодня мы с вами поговорим обо всех трех типах, обсудим наиболее интересные информации, приведем практические примеры актуальные, и я надеюсь, что вам станет понятно, как применять все вот эти модели на практике. Итак, начинаем мы с модели номер один, которая носит название «голова и плечи», по-английски «head and shoulders». Итак, модель «голова и плечи» состоит из трех последовательных пиков, из которых центральный является наиболее высоким. Мы видим, что цена двигалась в определенном тренде. То, что мы видим здесь, тренд был растущим. Затем она образовала пик номер один, вот она, буква «А» на нашем с вами графике. Затем небольшой откат, как правило, откат происходит именно в рамках текущего восходящего тренда. А затем у нас на графике нарисовался новый пик, который был выше, чем пик «А». Вот он, пик «С». Затем пошла коррекция, и мы видим, что мы дошли до точки «Б». Вот это вот у нас линия поддержки нашего восходящего тренда, которую, как мы видим, мы продавили. То есть тренд восходящий уже у нас не действует. Но, тем не менее, рынок в точке «Д» нашел поддержку на историческом уровне, который у нас раньше стал точкой «Б». Затем от точки «Д» мы отскакиваем и формируем еще одно плечо, точка «Е». И, соответственно, дальше уже у нас начинает разворачиваться самое интересное. Но прежде чем об этом говорить, я хотела бы обратить ваше внимание, что у нас у этого паттерна традиционно. Самая высокая точка – это точка «С», это голова. Точки «А» и «Е» обозначают левое и правое плечо. А линия, которую мы проводим, соединив точки «Б» и «Д», образует так называемую линию шеи. Очень похоже на человека. У каждого из нас есть два плеча, голова. Как и в жизни, плечи у этой фигуры не всегда могут быть симметричны. То есть как у человека может быть какое-то небольшое искривление прозвоночника, то все мы, наверное, этим страдаем, с нашим сидячим образом жизни. Так и у графического паттерна также симметрия не обязательно. Здесь важно понимать именно общую логику формирования этого паттерна и уже от нее отталкиваться. Итак, что же происходит дальше? Давайте разбираться. Для нас критическим моментом является пробой линии шеи. То есть вот она, линия, которая проходит по точкам «Б» и «Д», наша линия шеи. И если рынок эту линию пробил, то мы можем говорить о том, что медведи взяли рынок под свой контроль. Как правило, слома тренда мгновенного не происходит. Как правило, здесь мы пользуемся той стратегией, которую обсуждали на нашем прошлом вебинаре две недели назад. И вспоминаем о том, что при пробое любого важного сильного уровня, как правило, рынок нам демонстрирует откат. Это прекрасно видно на нашем схематичном графике. То есть рынок пробил линию шеи, нарисовал точку «Ф», а потом засомневался, а точно ли нам пришло время разворачиваться вниз. Далее мы наблюдаем откат, и вот она, точка «Г», которая сформировалась на линии шеи. И здесь наступает критический момент. Либо мы эту точку пробиваем наверх, и тогда формация отменяется, мы больше не будем говорить о том, что у нас нарисовалась голова и плечи. Либо же линия шеи выступит в роли сопротивления, и далее рынок вернется к нисходящему тренду после вот этого небольшого отката и продолжит снижение. Формально полноценным подтверждением того, что разворот произошел, станет фиксация рынка ниже точки «Ф». То есть если у нас японская свеча на желательно дневном графике, если мы все-таки говорим о более долгосрочных историях, закрылась ниже точки «Ф», а закрытие японской свечи ниже определенного уровня или выше является у нас сильным сигналом, который может стать подтверждением, соответственно, разорота или продолжения тренда. Если это произошло, то мы говорим о том, что да, формация голова и плечи у нас пошла в отработку. Далее, следующий важный вопрос – это цели. То есть если мы увидели, что голова и плечи сформировались, то до какого уровня мы будем ожидать снижения цены? Здесь у нас есть два сценария. Один консервативный, другой рискованный. Сценарий консервативный предполагает, что минимальный ход цены после того, как была сформирована точка G, будет равен высоте от головы до шеи. То есть вот оно, примерное расстояние, которое цена пройдет минимально. Если же говорить о более рисковом подходе, и если у вас есть фундаментальная уверенность в том, что решение ваше правильное, цена действительно должна развернуться вниз, за этим стоят какие-то факторы, это может быть монетарная политика Центробанков, экономические показатели или, ну не знаю, какой-то инсайт, который вы получили внезапно, то можно говорить о том, что у нас существует достаточно высокая вероятность того, что после пробоя линии шеи рынок сможет пройти примерно то же самое расстояние, которое он провел в восходящем тренде. То есть был у нас восходящий тренд, затем пошла фаза консолидации фактически, которой и является голова и плечи. И затем, после того, как мы линию шеи пробили, примерно тот же самый тренд мы отработаем, но теперь уже в сторону снижения. Надеюсь, что вопросов у вас здесь существенных не возникло. Если что-то, ну вот, прям совсем непонятно, то пишите в чат. Ну, а мы постепенно переходим к нашим следующим моделям. У нас программа сегодня достаточно насыщенная, поэтому я постараюсь говорить достаточно быстро. Следующая фигура, которую хочу с вами обсудить, называется двойная вершина. Вот они перед вами прекрасные альпийские пики, но не только в Швейцарии, Австрии и других прекрасных странах, и в Сочи мы можем увидеть такую красоту. Если мы заглянем на график, то очень часто двойную вершину мы можем разглядеть там. По своей логике, двойная вершина фактически похожа на голову и плечи. Но разница заключается в том, что если в формации голова и плечи у нас было три пика, при этом центральный самый высокий, то здесь мы с вами видим два равновысоких пика, которые образуются после уверенного восходящего тренда. То есть, соответственно, мы нарисовали первый пик, мы нарисовали второй пик, линию шеи мы проводим по впадине между пиками, вот она, точка B, обратите на нее внимание, красная линия – это наша линия шеи, и абсолютно то же самое здесь у нас происходит. Мы пробили линию шеи, как правило, мы ожидаем отката в направлении линии шеи, и здесь дожидаемся подтверждающего сигнала закрытия рынка ниже точки D. По целям движения абсолютно аналогичная ситуация, консервативный сценарий – это высота наших вершин и будет являться целью для движения. Сценарий более рисковый заключается в том, что мы рассчитываем, что какой у нас был восходящий тренд после фазы консолидации, такой нисходящий тренд мы и получим примерно. Вопрос вижу в чате от Ирины, на каком таймфрейме надо рассматривать паттерны. На мой взгляд, наиболее сильные сигналы мы получаем на таймфрейме выше аж 4, то есть хотя бы 4-часовой, дневной, недельный, месячный, если мы говорим о терминале метатрейда. На более мелких таймфреймах мы тоже можем видеть формации, но там у нас значительно выше риск ошибки и получения ложного сигнала, потому что волатильность там высокая и достаточно много рыночного шума. Поэтому я бы все-таки рекомендовала брать таймфреймы повыше для того, чтобы найти паттерны, а уже точки входа можем выбирать на более мелких таймфреймах, ориентируясь на закрытие японских свечей и какие-то локальные тренды, которые мы уже можем увидеть именно на мелких таймфреймах. Друзья, когда мы с вами говорили о фигуре голова и плечи, я вам не сказала о том, что помимо классической фигуры голова и плечи, мы можем также иметь и перевернутую фигуру голова и плечи. Она выглядит абсолютно точно так же, но она, соответственно, у нас возникает после нисходящего тренда, фазы консолидации, то же самое, голова, только голова это, соответственно, самый низкий минимум вот этого нашего всего образования, и затем рынок разворачивается в сторону восходящего тренда. Все то же самое, но называется эта формация перевернутая, голова и плечи или на английском inverse head and shoulders. То есть двойная вершина на английском языке, это у нас double bottom, достаточно часто просто в интернете встречаются именно английские наименования, поэтому буду их упоминать. Ну вот, например, давайте посмотрим, как двойная вершина у нас может появиться в реальной жизни. Сейчас перед вами график Moex, буду рада очень, если кто-то в чате мне напишет о том, что это за акции. Продемонстрируйте нам свою эрудированность, пожалуйста. Ну, если не вспомните, то я скажу. На самом деле, как я уже говорила, нам совершенно не важно, не важно, о каком инструменте идет речь. Это могут быть как валюты, так и акции, да, что угодно, абсолютно, индексы, товары. На данный момент мы с вами смотрим на акции Moex. Дмитрий предположил, что это Газпром, потом немного подумал и назвал правильный ответ. Да, действительно, это акции Московской биржи, нашей крупнейшей в России финансовой площадки. Итак, мы с вами видим, что у нас был уверенный восходящий тренд. Это перед вами недельный график, если я не ошибаюсь. И мы видим, что у нас был уверенный восходящий тренд. Вот он, практически безоткатное движение. Мы двигались в этом тренде до тех пор, пока у нас не сформировалась свеча, похожая на дожи. Вот она. Вспоминаем наш первый вебинар. Кто его не смотрел и не знает, что такое дожи, то рекомендую к нему обратиться. Также на канале Admiral Markets можно найти запись нашего первого вебинара по японским свечам. Те, кто были, помнят. Дожи, свеча с маленьким телом, которое при образовании на минимумах или максимумах локальных может сигнализировать о развороте тренда. Затем у нас последовала сильная красная свеча. Мы снизились. И далее здесь у нас образовалась свеча, похожая на молот. Вот почему я вам говорила, что мы можем очень удобно, очень комфортно, эффективно комбинировать графические модели и японские свечи. Образовался молот, мы пошли в небольшой рост, нарисовали новый пик. Он оказался несколько выше предыдущего. Как я уже говорила, это касается головы с плечами, это же касается и двойной вершины, но и фактически всех остальных паттернов. Не обязательно вот такая вот прям строгая симметрия. Главное, чтобы соблюдалось на рынке логика. Затем мы пошли на снижение и пробили линию шеи. Вот она как раз, зеленая линия, фактически, которая у нас на графике обозначает текущую цену. Мы пробили линию шеи, затем последовал откат. Все как полагается по классике технического анализа. И фактически сейчас мы с вами находимся в той фазе, когда мы не понимаем, что будет дальше. И для того, чтобы принять какое-то конкретное решение, нам нужно дождаться дальнейшего развития событий. Потому что если акции уйдут ниже нашего локального минимума, вот он, вы можете увидеть его. Если японские свечи, которые последуют, текущие, закроются ниже, то мы будем говорить о том, что произошел разворот, и у нас отрабатывается двойная вершина. Если же мы вернемся выше линии шеи и увидим хотя бы одну японскую свечу, которая закроется выше этого уровня, то мы будем говорить о том, что формация не отработалась, сигнал был ложным. Но так как мы с вами подходим очень осторожно, консервативно и дожидаемся подтверждающих сигналов, то деньги мы не потеряем, потому что в позицию мы еще не вошли. В позицию мы будем входить после пробития локального минимума. Вот так вот выглядит двойная вершина на графике. Точно так же двойное дно. Абсолютно аналогичная история. Double bottom на английском языке. Абсолютно та же самая история, но обратная. Был нисходящий тренд. Первое дно, второе дно, пробой линии шеи, которая строится по точке B. Дожидаемся небольшого отката. И после пробоя выше точки D с уверенностью уже можем говорить о том, что у нас произошел разворот тренда. Вижу вопрос, работает ли на криптовалютах. Работает на криптовалютах. Ну, единственное, что крипторынок у нас пока еще очень молодой. И там волатильность повышенная, повышенная реакция на разнообразные новости. Вот сейчас, я думаю, что вы слышали, возможно, что новости из Китая очень сильно беспокоят криптовалютных трейдеров. Поэтому он уязвим и очень болезненно реагирует на все новости. Я думаю, что буквально через несколько месяцев мы увидим стабилизацию на рынке криптовалют и увидим намного более уверенную отработку всех графических формаций. Ну, и сейчас применять технический анализ на рынке криптовалют можно, и многие трейдеры это успешно делают. Потому что фактически криптотрейдеры, люди, которые сейчас трейдят биткоин, эфир и так далее, во многом это люди, которые пришли с финансовых рынков. Очень много людей с форексов. Они просто пришли на новый рынок и применяют свои знания там достаточно успешно. А вот перед вами график пары американский доллар, российский рубль, тикер USD-RUB. Здесь у нас есть очень интересная ситуация, которую я хотела бы с вами обсудить. Это график у нас дневной перед вами. У нас был уверенный нисходящий тренд. Российский рубль укреплялся в конце 2016-го, начале 2017-го года. Потом мы увидели формирование двойного дна. Вот она, желтая история на нашем графике. Сиреневый пунктир – это линии шеи по нашему паттерну двойное дно. Что произошло дальше? Давайте разбираться. Линию шеи мы пробили. Мы вернулись к ней, все по традициям. Мы дошли до нашей критической точки. И обратите внимание, мы фактически даже закрылись ниже. Здесь был очень опасный момент, на который можно было вполне повестись, потому что в соответствии с классикой технического анализа, действительно, ну вот, там и закрылись. То есть у нас свеча закрылась выше, чем наш локальный максимум, который вот ей предшествовал. Здесь у нас из тревожных сигналов было то, что у этой свечи у нас длинная верхняя тень. То есть это говорит о том, что под конец возникли некоторые сомнения у участников рынка. Ну и за ней сразу же последовала мощная красная свеча, которая фактически стерла успехи быков с графика. И дальше пара перешла в боковой канал. Сформировался вот такой вот уверенный боковой канал. Я обозначила его границы зелеными линиями. Вот она поддержка, вот оно сопротивление, в котором мы долгое время находились. И дальше стоял вопрос, либо мы пробиваем этот канал наверх и, соответственно, подтверждаем двойное дно, оно начнет отрабатываться, либо мы пробиваем этот канал вниз, и, соответственно, двойное дно у нас стирается. Оставим на пару минут пару долларов рубль, но мы еще к ней обязательно вернемся. Рассматриваем следующую формацию, так называемая тройная вершина или triple top. Абсолютно та же самая история, разница только в том, что у нас здесь три пика, но в отличие от главы с плечами, второй пик у нас не находится выше, чем первый и третий. Три равновысоких пика, в остальном никакой разницы здесь нет. Нет, влияет это фактически только на расчетный диапазон, который цена может пройти, получается, другая высота. И вот мы видим с вами график доллар-рубля в более близком приближении. Вот он, вот тот боковой канал, в котором мы находились. Вот она потенциальная двойная вершина, вот он боковой канал, в котором мы находились. И мы видим, что он был пробит все-таки вниз. Все-таки он был пробит вниз, вот она, посмотрите, мощная красная свеча, небольшой откат, и затем возобновление и снижение. Так что вот так вот одна графическая фигура может сменить другую. Вопрос, какая вершина сильнее. Ну вот здесь, вот в этой истории сильнее самая высокая вершина. Ну вот здесь они примерно на одном уровне находятся, да, центральная находится чуть-чуть повыше, поэтому, ну, в принципе, кто-то мог бы сказать, что это голова и плечи, но мне все-таки больше кажется, что здесь правильнее употребить словосочетание тройная вершина. С точки зрения технического анализа по паре, американский доллар, российский рубль, у нас есть потенциал для хода к отметке 56. Вот небольшая коррекция наверх у нас здесь была, но фактически пока сохраняется нисходящий канал. Если мы соединим вот эти пики, то увидим, что пока коррекция остается в рамках нисходящего канала и говорить о том, что вниз нам спускаться больше некуда, я бы все-таки сейчас не стала, да, если мы отталкиваемся именно от основ технического анализа. Поэтому ответка 56 достижима, ниже, на мой взгляд, достаточно маловероятна. Точно так же, вот так вот у нас может выглядеть фигура тройное дно, это разворотная формация. Абсолютно все то же самое, не будем долго на ней останавливаться. Triple bottom. Вот так вот тройное дно может выглядеть на графике. Вот так тройное дно может выглядеть на графике. Если я не ошибаюсь, это пара евро-американский доллар в какой-то из моментов своего исторического развития. Вот оно, тройное дно, все абсолютно тоже четко, равно высокие минимумы, линия шеи, сиреневый пунктир. И вот здесь, посмотрите, точно так же пробили. Все-таки дождались, как мудрые трейдеры, небольшого отката. После того, как мы увидели, что он не получает развития, мы входим в рынок, когда видим, что мы преодолели наши локальные минимумы. И посмотрите, какой хороший ход наверх здесь получился. Это достаточно такая вот традиционная рыночная ситуация, не боюсь так сказать. Абсолютно. Ну да, да, Андрей, можно и так сказать. Тройные фигуры – это голова с аномально высокими плечами. Ну, или это плечи с аномально низкой головой. Может быть и так. Итак, вариаций фигур разворота может быть достаточно много. Например, вот перед вами паттерн 1, 2, 3. 1, 2, 3 – это у нас нумерация... Уровней. Все абсолютно то же самое фактически. И не хотела бы я этому слишком много внимания уделять, потому что здесь самое главное – это чтобы вы поняли, что есть вот такая вот логика у рынка, когда после сильного тренда рынок берет некоторую передышку и находится некоторое время в фазе консолидации. Фактически это боковой канал. И вот как мы в этом боковом канале себя ведем, определяет то, какую фигуру мы обнаружим. Это может быть головой и плечи, это может быть двойное, тройное дно, это могут быть разнообразные вариативные паттерны, названия которых фактически не обязательно. Запоминать, забивать себе голову. Главное, что мы понимаем вот эту вот логику. И после фазы консолидации, после образования каких-то локальных вершин мы пробиваем важный уровень поддержки, закрываемся ниже него японскими свечами, и уже после того, как произошел небольшой откат, мы с уверенностью говорим о том, что рынок совершил разворот. Вот это та логика, которую я хотела бы до вас донести. Еще одна вариация разворотного паттерна, не самая часто встречающаяся, то есть голова и плечи и двойные, тройные доны и вершины встречаются чаще, но тем не менее этот паттерн также имеет место быть. Называется бриллиант или по-другому алмаз. Диамант еще некоторые называют. В чем его смысл? По своей структуре он представляет собой два сшитых треугольника. И здесь у нас есть две вариации точек входа. Для более рисковых трейдеров это может быть вход после пробоя линии поддержки. Для тех, кто предпочитает более консервативный подход, например, как я, мы входим после пробоя предыдущего минимума. Здесь бриллиантом, конечно, очень опасно, потому что поначалу он может напоминать нам другие фигуры. Посмотрите, это может быть вполне похоже на двойное дно, это может быть вполне похоже на тройную вершину, но потом мы видим, что не произошло здесь какого-то существенного уверенного пробоя, и рынок после того, как здесь раскачался, потом снова вошел в пазу более узкой консолидации. Это и называется бриллиант. Цель традиционная – это высота фигуры, либо, если видим, что движение мощное, если не боимся немножко рискнуть, то цель – это размах предыдущего тренда. Ну и последняя разворотная информация, которую я хотела бы с вами сегодня обсудить, называется «чашка с ручкой». Здесь у нас логика такова. Мы с вами видим, что «чашка» представляет собой локальный максимум, за которым затем последовала так называемая дуга, это долгий пологий откат, и затем возвращение к нашему локальному максимуму. Здесь уровень сопротивления, ну, в принципе, это то, что мы называем линией шеи в других фигурах. От него мы дожидаемся небольшого отката, этот откат и является ручкой для нас. Затем, если мы пробили уровень сопротивления, как всегда, как и во всех остальных фигурах, мы дожидаемся здесь также небольшого отката к линии, теперь уже поддержки, экс-сопротивление, и если откат этот у нас оказался недолгосрочным, и если рынок все-таки прижился выше вот этого локального максимума, то входим в рынок с тейк-профитом, равным высоте фигуры. Это сковорода, ну, можно и сковородой назвать. Ну что ж, друзья, у нас остается с вами не так много времени, поэтому мы в достаточно быстром темпе с вами будем разбирать модели продолжения. Здесь нет ничего абсолютно сложного, здесь перед вами две наиболее традиционных модели, это флаг и это вымпел. Вот они у нас приведены к красным для большей наглядности, флаг и вымпел. Здесь логика у нас какая? Был тренд, затем началась фаза консолидации, но вот только разворота не произошло. Мы наблюдали за тем, что происходит на рынке, и увидели, что после таких вот первых бодрых размажистых движений рынок стал входить в фазу консолидации, диапазон торгов сузился. И вот это и намекает нам на то, что мы видим либо в первом варианте вымпел, во втором варианте флаг. И для того, чтобы получить подтверждение этой фигуры, нам необходим пробой выше линии сопротивления. Вот она красная, вот она по флагу. И если это происходит, после того же самого уже ставшего традиционным отката мы входим на этом примере в длинную позицию. То есть покупку совершаем. То же самое мы можем увидеть и на нисходящем тренде, тот же самый вымпел и флаг, но, соответственно, сигнал уже будет на продажу. И все просто, все понятно, рынок рос или падал, да, зависит от тренда. Затем устал, взял передышку, набрался сил и возобновил движение в предыдущем направлении. Вот они традиционные модели продолжения. По целям, опять же, да, здесь вот консервативный сценарий и более рисковый. Сценарий консервативный заключается в том, что минимальная цель – это высота вот этой вот боковушки нашего треугольника, это вот это вот расстояние. Ну а более рисковый сценарий подразумевает полную высоту, соответственно, флагштока, то есть предшествующий этой фигуре тренд. Далее я хотела бы обратить ваше внимание на то, что достаточно часто мы можем увидеть, увидеть, что свечные модели и графические фигуры друг друга дублируют. То есть, например, посмотрите вот на вот эту вот свечную формацию, у нас был сильный тренд, затем появилось несколько небольших свечей, которые попали в тела вот этих вот первой и, соответственно, пятой свечи нашей модели. И после того, как это произошло, мы увидели, что рынок вернулся к прошлому тренду и снова начал снижаться. Так вот эта свечная модель фактически и является флагом. Вот он, то есть была у нас нисходящая тенденция, нарисовался флажок, мы немножко проконсолидировались, отдохнули и затем снова пошли на снижение. Да, Анатолий, спасибо, спасибо большое. Я как раз хотела задать этот вопрос, протестировать, как вы помните, итоги нашего вебинара прошедшего. Действительно, да, это у нас 3 метра. Далее. Следующая вариация фигур. Традиционно это модель продолжения, хотя может она быть и разворотной фигурой. Это так называемый клин. Здесь что нам нужно учесть? Давайте сначала посмотрим на клин продолжения. Вот такая очень традиционная история, которая на рынке встречается крайне часто. Я думаю, что вы сами, да, если сейчас откроете там график любых активов, то клиньев там найдете много. Они очень живые, очень применимы. Был тренд, пошла коррекция против тренда, но в чем отличие от флага? У нас сужается диапазон. Фактически даже клин, вот если исходить из таких более традиционных понятий, то клин нам показал бы даже более полное сужение. Вот здесь вот его не произошло, но клинье все-таки у нас будут сходящиеся прямые поддержки и сопротивления. Ну и то же самое, да, пробой, небольшой откат и возвращение к предыдущему тренду. Это если мы с вами видим клин, который формируется по тренду. В такой ситуации он и становится клином продолжения. Если же у нас был вот, например, как здесь, разворот, прошу прощения, растущий тренд, и затем начал формироваться клин, но начал формироваться он по тренду. То есть фактически мы видим, что у нас просто стало затухать движение. Оно как бы сохраняется в предыдущем направлении, но выглядит оно немножечко инерционным. И в таком случае, если мы пробиваем линию поддержки клина, если мы получаем подтверждающий откатик, закрываемся ниже, то мы говорим о том, что клин в данной ситуации выступает в качестве разворотной фигуры. Еще раз резюмирую. Если клин пошел против тренда, то это, скорее всего, небольшая временная коррекция, и тренд продолжится. Если клин у нас нарисовался по тренду, но с тенденцией к затуханию силы движения, то, скорее всего, мы увидим разворот тренда. Для того, чтобы удобнее было разбираться, рекомендую использовать свечной график и применять знакомые нам свечные модели. Это позволит с большей точностью понять, что же все-таки в настоящий момент на графике происходит. Ну и любимая формация многих трейдеров – это треугольники. Это самая спорная графическая фигура, которую только можно себе вообразить. С треугольниками все просто, в общем-то, все как на уроках геометрии. Бывают треугольники симметричные, которые являются сам по себе фигурой нейтральной. То есть это может быть пробой вниз, это может быть пробой наверх с абсолютно равными шансами. То есть здесь на самом деле будет правильно говорить о том, что мы можем пойти как сюда, так и сюда с абсолютно равными шансами. Кроме того, у нас может быть восходящий треугольник, который, как правило, появляется после растущего тренда и в такой ситуации является сигналом на продолжение. То есть здесь логика какая? Были у нас быки, они были сильными, у нас был восходящий тренд, затем потребовалась небольшая передышка. Быки поднакопили капитал и затем решились на пробой линии сопротивления наверх. Аналогично нисходящий треугольник после нисходящего тренда, то же самое, фаза консолидации и пробой здесь уже вниз. По поводу треугольника, для того, чтобы говорить о сколько-либо сильной фигуре, хотелось бы видеть, что этот треугольник формируется от нескольких месяцев хотя бы, до нескольких лет. И в таком случае треугольники обладают высокой степенью силы. Если мы видим треугольники на более мелких таймфреймах, то часто на самом деле это могут быть даже не совсем треугольники, а, например, что-то больше похожее на вымпел, то есть вот он, вымпел, который по сути является краткосрочным треугольником, или, например, ну вот тот же самый клин, который тоже является в принципе разновидностью треугольника. Но треугольником мы на самом деле с большой вероятностью можем называть фигуру, только если она достаточно долгосрочная. Ну и вот здесь вот небольшая демонстрация того, как такие модели у нас выглядят в реальной жизни. Вообще хотел бы сказать, что пара американский доллар, японская иена является абсолютным королем не только треугольников, но и вообще графических фигур и свечных моделей. Возможно, дело именно в том, что графический анализ родом в Японии, я не знаю, но действительно так. Вот если посмотрите и на пару USDGPY, и, кстати, на кросс-курс евро GPY, то же самое, много сильных, интересных графических моделей. И вот, собственно, посмотрите, как мы находим треугольники на графиках, как мы с ними работаем. Мы проводим... Прошу прощения, меня выкинуло немного. Я вернулась. Проводим линию поддержки по локальным минимумам и проводим линию сопротивления по локальным максимумам. Если это происходит, если у нас все складывается, такой сужающийся треугольник обязательно должен быть, то это говорит о том, что рынок накапливает силу и готовится к новому, более мощному движению наверх или вниз. Зависит от того, что мы наблюдаем на графике. Друзья, у меня на этом на сегодня все. Достаточно насыщенный у нас был вебинар. Я надеюсь, что вам было полезно, понятно. Теперь у нас есть несколько минут для того, чтобы вы могли задать свои вопросы. Ну и оставляйте фидбэк по вебинару, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотели бы улучшить. Возможно, какие-то другие темы, которые вы хотели бы услышать от нас с коллегами. Будем рады услышать. Спасибо, спасибо, спасибо. И вам тоже большое спасибо за внимание. Коллеги, спасибо вам. Друзья, запись будет. Роман скинул в чат ссылку на YouTube-канал компании «Адмирал Маркетс». И там через несколько дней вы сможете найти видеозапись вебинара. Кроме того, также у нас на сайте портала «Инвестфьюч», главным редактором которого я являюсь, мы выложим запись и выложим текстовую расшифровку мероприятия через несколько дней. Также Роман скинул в чат ссылку на следующие вебинары admiralmarkets.com slash ru slash education slash webinars. Там вы найдете расписание следующих вебинаров. Если я не ошибаюсь, 27 сентября у нас состоится с вами следующее занятие. На него можно зарегистрироваться уже сейчас, 27 сентября, и мы с вами будем говорить о трендовых индикаторах и обсуждать эффективные стратегии, которые мы можем построить на базе трендовых индикаторов 27 сентября в 19.00. Ссылку можете найти в чате. Роман только что ее скинул. Так что регистрируйтесь, коллеги. Людмила пишет, поговорить бы о точках входа. Ну, фактически, мы сегодня вопрос точек входа достаточно много затрагивали. То есть мы говорим о том, что рынок пробивает определенный уровень, как правило, происходит откат, и после того, как мы закрылись ниже локального минимума или выше локального максимума по японским свечам, это и является хорошей точкой для входа. Кроме того, еще раз напомню, что модели японских свечей мы также можем использовать для того, чтобы выбирать точки входа. Там у нас сигналы достаточно четкие и достаточно понятные. Сейчас, друзья, давайте скину нам в чат запись вебинара по японским свечам. Прошу прощения. Вот прям с конкретной ссылкой. Нет, что-то не так, извините. Я прошу прощения. Вот он, вебинар. Нашла. Сейчас скину. Да, Роман, спасибо. Спасибо, да, у меня кривая ссылка какая-то получилась. Вот еще вижу вопрос от Игоря. Можно было бы продолжить по графическим моделям, скажем, прыжок дохлой кошки. Ну, прыжок дохлой кошки, да, в принципе, тоже можно отнести к графическим моделям. Я думаю, что мы еще упомянем эту историю на одном из следующих занятий. Да, это такая тоже классическая биржевая история, когда тренд вроде бы и закончился уже, но вот еще какие-то последние такие вот конвульсии и рынок в направлении этого тренда совершает. Ну что, друзья, спасибо большое вам за внимание. Было очень приятно с вами работать. До встречи 27 сентября. С вами была компания Admiral Markets. Меня зовут Кира Юхтенко. Я главный редактор портала для трейдеров и инвесторов InvestFuture. И передаю микрофон Роману для того, чтобы он завершил наше мероприятие. Всем удачи, берегите свои депозиты, коллеги. Спасибо, Кира, за выступление, за интересный вебинар. И, коллеги, также всем желаю хорошего вечера. Приглашаю всех на следующий вебинар, который будет проходить уже далее. Ссылку на расписание я приложил в чат. Также наш YouTube-канал. Обязательно подписывайтесь. И все интересные видео вы сможете просмотреть в записи уже в удобное для вас время. Также я приложил свою почту. Если у вас появятся какие-то вопросы, пожелания по вебинарам, по темам вебинаров, обязательно присылайте. И мы их включим уже в наше расписание. Всем хорошего вечера и увидимся на следующих вебинарах.